Как услышу рёв, так нырну. Как услышу зов, убегу. Как увижу человека, так спрячусь. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами, как всегда, Кин, и доставайте сладости. Обычно истории начинаются сначала, но наша история начинается здесь, где отец, решив спасти своё дитя, отправляется жить в лес. А всё потому, что ребёнок у него не совсем обычный, а если быть точнее, то совсем необычный. Он гибрид человека и... оленя. И он не один такой, и появились такие дети из-за того, что в мире разбушевался вирус, который сделал две вещи. Во-первых, поубивал кучу народа, из-за чего во многих городах воцарила пустота. Во-вторых, во время вспышки эпидемии на свет стали появляться дети-гибриды. Биологи ищут любые связи между гибридами и вирусом H5G. Хотя, до конца неизвестно, что случилось раньше, необычные дети или вирус. И из-за этой неразберихи кто-то считает, что дети появились после вируса, и они спасители, присланные природой. А кто-то наоборот думает, что эти дети появились до, и вирус начался из-за них. Но вирус не исчез. Считает, его вызвали гибриды. Да, может и наоборот. Да, может. Из-за чего на таких детей объявлена охота, хоть, правда, никто и не знает. И теперь нашему маленькому сладкоежке как-то придется выжить в этом мире, где кто-то его ненавидит, а кто-то просто боится. Ну а кто окажется другом, а кто врагом, вы узнаете в сериале «Сладкоежка». Что объединяет Логана, Last of Us, сериальный «Боже упаси темную башню» и сладкоежку? Это история, которая связывает общей дорогой взрослого брутального мужика и ребенка. И по сути сладкоежка в этом плане ничем не отличается от других похожих проектов. Это такая же история пути двух разных по характеру людей, продвигающая идеи семьи и семейных ценностей. Но должен отметить, что в сладкоежке поднимаются и многие другие актуальные темы. Такие, как я сказал, тема семьи, друзей, а также, хоть и в метафоричном плане, тема особенных детей. Думаю, вы понимаете, о каких детях я говорю. Того, что не стоит таких детей бояться или уж тем более ненавидеть. Также тема вируса, атаковавшего мир. Тема, хоть уже и не настолько сильная, но все еще актуальная. И явная тема загрязнения окружающей среды. Намекающая, что если мы не остановимся, то миру придет огромная звезда. Было время, когда миром правили плохие люди. Ни с кем не считались, разоряли планету. Казалось бы, очевидная тема. И я помню, как после короны все схватились за головы. Мол, надо меньше мусорить. Мы загрязняем планету. Ну а сейчас я иду и вижу, как эти злосчастные маски разбросаны по дворам. На самом деле это показывает, что гибриды уже среди нас. Люда-свиньи. И да, в сериале есть девочка-гибрид человека и свиньи. Но к ней у меня никаких претензий. Но это, в общем так, небольшое лирическое отступление. Сам же сериал основан на одноименной серии комиксов Джеффа Лемира. Издаваемых студией Вертига. Подразделением DC Comics. И на этот комикс я натыкался, но не читал его. А не читал я его, потому что меня почему-то отталкивала его обложка и рисовка. И каково же было мое удивление, когда столь грубый и жестокий комикс превратился в столь светлый, милый, красочный сериал. Так что если вы читали комикс и он вам понравился именно что стилистически, то скорее всего сериал вас разочарует. Слишком уж разная подача. В сюжетном плане касательно различий ничего не могу сказать, так как я уже говорил, я комикс не читал. Специально для обзора я вкратце пробежал по первому выпуску. И первая серия довольно близко передает его события. Единственный джеб из комиксового Клинта Истуда превратился в большого темнокожего мужчину Нонсу Анози. Я небольшой фанат комикса, да и мужик довольно приятный. Поэтому в данном случае я не против замены цвета кожи. Касательно остальных актеров, звезд первой величины не завезли. Но есть несколько второго эшелона. Например, Уилл Форте, он же последний мужик на земле. Нил Сэндилэндс, он же The Voice Flash'а. И Адиль Ахтар, он же Уилсон Уилсон из Утопии. По крайней мере это те, кого я узнал. Может вы узнаете еще кого-то. Есть и актер первых рядов, но в сериале вы его не увидите. Так как он является его продюсером. Роберт Дауни-младший. Вот любит этот мужик с животными возиться. Хотя лично, по моему мнению, Сладкоежка вышел лучше Дудлитла. Но это так, вкусовщина. Да, и из интересных фактов. Если кто не в курсе, это не первая попытка Дауни в продюсировании. Недавно также выходил Перри Мэйсон. Но я детективы не особо люблю. А поэтому Сладкоежка на первом месте среди его проектов. Единственное слабое место в сериале это саундтреки. Они есть и местами даже приятные. Но до супер годноты не дотягивают. Ну и давайте подытожим. Сладкоежка добрый светлый сериал с нетипичным сюжетом, основанный на нетипичном первоисточнике. Сериал, поднимающий и грамотно вмешивающий в сюжет довольно злободневные темы, украшая их годным визуалом и красивыми видами. И я так думаю, что да, наверное среди экранизаций комиксов пора бы сделать небольшой перерыв среди супергероики. Даже нетипичной. Но с комиксами завязывать не стоит. Надо искать просто нетипичные сюжеты, как в данном сериале. И экранизировать их. Ну а вы, как считаете? Ну а на этом у нас всё. И всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подпишитесь на канал и поставьте лайк. И не забудьте жмякнуть на колокольчик, так как у нас на канале вновь проходят стримы. И чтобы их не пропустить, ждите уведомления. Ну а также напишите в комментариях ваше домашнее животное, если оно у вас есть. Ну а если нет, то какое животное вы бы хотели завести. Ну а в описании для вас я оставлю основную информацию о сериале. А также ссылки на мой инстаграм, вдруг кому интересно. И группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. А также выкладываем повторы стримов. Ну а мы же пожелаем вам только интересных сюжетов. Любить животных. Любить детей. Любить детей и животных. И пока. Муа. Подумывал донести на тебя. Но передумал. Девушки. Девушки. Продолжение следует...